Микс Ньюс Добрый день, в эфире программа Разворот Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеем У нас сегодня двое гостей в Развороте Это руководитель инспекции по надзору за лотереями и азартными играми Сигна Бирна Добрый день Добрый день И председатель комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Данис Турлайс Здравствуйте Добрый день У нас сегодня дискуссия такая вот намечается Будем даже возможно не могу спорить И призываем радиослушателей тоже присоединяться Если есть такое желание 672-12-93-9-672-13-93-9 Или через WhatsApp можно написать сообщение 230-6191 Тема игорные залы Она актуальна В принципе она своей актуальности не теряет Просто такие новые витки периодически появляются И вот сейчас в конце марта Пару недель назад Рижская дума договорилась Можно сказать концептуально одобрила Движение в сторону полного запрета На территории нашего с вами самоуправления игорных залов За исключением 4-5 звездочных гостиниц И уже вот было объявлено, что в результате этого может остаться буквально 2 игорных зала При каких-то гостиницах Есть мнение, есть позиции за, есть позиции против Я думаю, что сегодня мы их услышим Вот господин Турлес, насколько я могу предположить Вы, как депутатической думы, выступаете за это решение Расскажите, что вы думаете Почему вы считаете, если считаете его успешным и эффективным? Ну, во-первых, чтобы говорить, почему такие или другие решения Ну, я по жизни всегда принятие решения Воспринимаю как определенный процесс Который начинается с изучением обстановки Ситуации И вот это изучение ситуации свидетельствует о том Что игорные залы Как и все, в общем-то, страсти людские Приносят немало вреда И трагедий И тяжелых последствий Для людей Для людей, которые сами не могут управлять своими страстями Которые попадают в зависимости И, в общем-то, кроме развлечения богатых И страдания тех, кто надеется на легкую добычу И попадают в зависимость И в результате попадают в тяжелые трагедии Кроме вот этих людских трагедий В общем-то, другого решения нет И, к сожалению, людских трагедий Намного-намного-намного больше Чем счастливых выигрывателей И те, кто, ну, может доволь развлекаться Не имея, собственно, ну, не ощущая особых потерь Это одна сторона дела Второе Но все-таки надо признать честно Что, ну, мы находимся в Евросоюзе И стремимся, ну, в общем-то, к тем западным стандартам Западным странам Старым, так сказать, европейским странам Чтобы такое количество Ну, достаточно примитивных игровых залов Было в так называемых спальных районах У нас общее количество Ну, где-то 160 этих адресов И они, ну, буквально Люди, в том числе и молодежь Вечером возвращаются домой И практически не может прийти домой Чтобы не пройти мимо этого зала Который затягивает Ну, наверное, что это не та услуга Не тот вид коммерческой деятельности Который, ну, нужен вот такой поддержки Такого развития И пусть некоторые юристы считают Что вообще общественное мнение Как таково не имеет Такого юридической силы Так некоторые судьи даже считают И я имею на руках Некоторые решения судов Которые прямо пишут Что общественное мнение для нас не аргумент Ну, так вот, для самоуправления Мнение рижан является аргументом И оно подавляющим большинстве За закрытие игровых залов Вот есть и так История принятия этого решения Сейчас, прежде чем к госпоже Берна обратиться Вот просто у меня напрашивается вопрос Такой более глобальный Вот вы сказали Приносит больше зла, очевидно Тем не менее, это такая индустрия развлечений Она есть во всем мире Это не какое-то уникальное явление в Латвии Но почему, по-вашему, в нашей стране Так сложилось, что это приносит Больше вот несчастья и какого-то зла Или это во всем мире так? Нет, не во всем мире И, скажем так Если коммерческая деятельность В принципе, Евросоюзом Поддерживается И рекомендации везде Что и государство, и самоуправление Должны поддерживать коммерсантов И наш закон коммерческой деятельности Пишется о том, что надо Коммерцию поддерживать, развивать Это есть двигатель, в общем-то Экономического развития То есть отрасли Которые нуждаются не поддержки А строгого контроля И вот азартный бизнес Или азартных игр Он является тем бизнесом Который надо строго контролировать А он сейчас не строго контролируется Скажем так Имеющиеся казино Игровые залы Нельзя сказать Что там нет контроля Что там Ну, такое полное Анархия Целя Хотя Ну, слава богу В Риге таких случаев не было Но по Латве мы знаем И пьянство И стрельбу И убийство И все остальное Ну, вот совсем недавно Просто не все Так что Будем говорить Но Если посмотрим На страны Ну, западного мира О том, что есть страны Где традиционно Азартные игры Ну, популярные И мы все слышим Надо ехать посмотреть Там И в Америку Или так далее То надо напомнить Что Как правило Это одно место Где концентрировано Или даже одно здание Где концентрированы Азартные игры Там все это происходит Под строгий контроль Централизованность И я думаю Что Господа Дырна Об этом расскажет Этот опыт У нас тоже уже принят Но так Чтобы по всей территории Города Или страны Ну, в общем Где коммерсант Нашел место Там он получил Формально Это когда-то Разрешение Еще в 90-х годах И до сих пор Пользуется этим И получает право Открывать игровые залы Такого, конечно Нет в Европе Хорошо Госпожа Бирна Вы Более критически К этой идее Насколько я понимаю Относитесь Вот Закрыть Взять и закрыть Все игровые залы В Риге Как вы видите Эту ситуацию Я хочу сказать Что Я Поддерживаю Идею Что Надо Пересмотреть Может быть Все места Где находятся В данный момент Игровые залы Но Я никак не могу Согласиться С тем Что Азартный бизнес В Латвии Не Не контролирован Что Требования Низкие Или Что Можно В этих Игровых залах Каждый Делать И предприниматель И игрок Что он хочет Конечно Игровой бизнес Есть Как уже Господин Турлес Сказал Один вид Из развлечений Но мы знаем Много других Видов Развлечений Что Если Пользуется Слишком много То Это Приносит Беду Не только Человек Но и Ну хотя бы Алкоголь Если я Выпиваю Стакан Шампанского Под Новый год Это Конечно Праздник Но если я Пользуюсь Слишком Много То Это Приносит Беду Может быть Даже Больше Чем Азартные Игры Тем Я хочу Сказать Что Еще раз Сказать Что Я Вижу Тоже Что Наверняка Надо Найти Какие-то Критерии Каким Сократить Количество Игровых Залов Особенно Не то Что сказано Сейчас Что надо Во-первых Закратить В Старой Риге Где Приезжают Туристы Где Разные Тут Люди Которые Хочут Развлекаться И оставить Свои деньги В Латвии Но по-моему Надо Начинать Надо было бы Начинать С этих Как говорится Спальных Районов С микрорайонов Конечно С микрорайонов Это было бы По-другому Но Конечно Лицензии Те все Игровые Залы Которые Сейчас Находятся В Латвии У них У всех Есть Выданные Лицензии В сам управлении В то время Когда Эти сам управления Депутаты Сам управления Приняли Такое решение Так что Ни одно Ни один Игровой Зал Ни одно Казино Не открылось Просто Просто так То что Еще Хочу сказать Насчет Иностранного Опыта Я хочу Напомнить Что еще 2006 Года Когда Настоящий Закон Вступил в силу В Риге И не только В Риге Во всей Латвии Были еще Такие Игровые Места Которые Например Бары Булочные Пельменные Всякому Где стояло По 2 3 4 Аппарата И До того Это было Где-то Больше Чем 3000 Разных Мест Где стояло По этим Несколько Количества Аппаратов И Может быть Потому Такого Конечно В Риге Уже нет С 2007 Года Не только В Риге Вообще В Латвии Это запрещено Законом И есть Только Игровые Залы И может Быть потому Что эти Игровые Залы С такими Большими Надписями С такими Витринами Красочными Их Более Заметно Но То же Самое Эти Игровые Аппараты Есть И в Германии И в Австрии В В Великобритании В Лондоне В Амстердаме Везде Где мы В той же Брисел Где мы Едем Достаточно Часто Только Эти Игровые Залы Не такие Как Скажем Так яркие Как у нас Но Очень Много Вот Зайдешь В какой-то Бар В кафе Паб И там Видишь Стоит Там 2-3-4-5 Аппаратов На которых Люди Играют И таких Мест Очень И очень Много В той же Старой Европе Мы же Отличаемся Страны Отличаются И ситуации Отличаются Конечно Потому Я хочу Сказать Что Азартный Бизнес Регулируется В каждой Стране По своему И каждая Страна Может Принимать Какие Насколько Строгие Законы Требуются По Историческим Принципам По Культуре По Социальным Проблемам И каждая Страна Представляет Свои Законы И свои Требования Азартному Бизнесу Но Вы Выступаете Против Такого Полного Закрытия Потому Что Это Как-то Лишает Людей Не знаю Возможности Какого-то Развлечения Или Точно На что Акцент С вашей точки Трени Оставится В большей степени Или вы Вы просто Извините Вы еще До этого Успели Скать Что есть Экономическая Оставляющая Которую Тоже Мы Обсудим То Что Это Потеря Больших Денег Вот С вашей точки Зрения Что Важнее Важнее Конечно Важнее Тут Ни о чем Говорить Это Важнее Люди И Это Сказано И в законе Об азартных Играх Как Цель Закона Чтобы Защитить Интересы Игроков Чтобы Эти игры Вообще Были Предоставлены Скажем так Честные Что Есть Возможность Выиграть И Если И в том числе Если у кого-то Возникают Проблемы С азартным Бизнесом То Конечно Государство Должно Им Помочь Я Хочу Сказать Что Я Напоминаю Что Этот Бизнес Конечно Это Легальный Бизнес Который Позволяется Законам И Закрыть Полностью Как говорится Под ноль Это Было бы Очень Ну Скажем так Несправедливо Не только К Этим Предпринимателям Которые Делают Занимаются Этим Бизнесом Но Во-вторых Я думаю Что По опыту И других Стран Что Обязательно Всегда Будут Люди Которые Захочут Играть Все равно И Будет Всегда Кто будет Готов Предлагать Им Эту Услугу Но Уже Подпольно Уже Безконтрольно Без Без Каких-то Гарантий О Какой-то Правдивой Игре Без Гарантий Что Что Можно Что-то Выиграть И вообще Выплатить Какие-то Выигрыши Так что Это было бы Гораздо Хуже Если Этот бизнес Прошел бы Подполье Конечно Это Наша Я уже Знаю Претензии Собеседника Что Это Наша Задача Контролировать Бизнес Но Конечно Вы И любой Понимает Что Контролировать Легальный Бизнес И Пойти В легальные Одно 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 Добавление Я Все Время Сталкиваюсь С тем Аргументом Что Человеческие Страсти Алкоголь Наркотики Азартные Игры Вот Если Будет Строго Регулировать Будет Строгая Нормативная База И Строгий Контроль Запреты Том Числе Что Вот Это Все Загонят В подполье И Мы Захлебнемся О том Что Предложение Будет Ну Только Нелегальное Ну Давайте Отменим Правила Дорожного Движения Ну Не попали Не нарушил Ну Никто Не собирается Отменять Правила Дорожного Движения Пусть Есть То Как Хочет И Есть Большая Разница Я Совершаю Ну Вот Свои Страсти Какие То Удовлетворяю Эти Страсти Пользуясь Незаконными Услугами И Если Попаду То Я Совершенно Законно Попаду За решетку А Если Все Это Будет Разрешено Так Извините Где Где Ограничения И Конечно Культура Общества Зрелость Общества Я бы Так Сказал Она Тоже Играет Образделенную Роль Поэтому Попытки Ну Как-то Перенести Любой Любой Модель То Ли Очень Либеральный Из Европейских Стран Переложить Просто В Латвии Не сработает И точно Так же И западный Пример Который Вот так Взять Посмотреть И вот Мы так Так же Сделаем Не пойдет Но То Мы должны Исходить Из Реальной Ситуации Оценивая Общество Подребности Риски И принять Разумное Решение Чтобы Максимально Все-таки Ограничить И контролировать И особенно Думать О молодежи Может быть Есть Необходимость Возрастной Ценз Поднимать Ну Надо Искать Эти Решения И я Не соглашусь Что мы Приняли решение Закрыть Азартные Игры Нет Мы сказали Можно Четырех-пятизвездочных Может быть У нас Скоро В Риге Появится Десять Пятизвездочных Гостиниц Сейчас Должны Прерваться Короткая Пауза И продолжим Буквально Через Несколько Минут Мы Продолжаем Это разворот Говорим О необходимости Закрытия Игорных Залов На территории Риги Рижская Дума Концептуально Одобрила Такое Решение Предполагается Что Останется Буквально Несколько Игорных Залов В четырех-пятизвездочных Гостиницах В нашем городе Мы Про подполье Говорили Вот Аргумент Госпожи Сигны Бирна О том Что если запретить То все уйдет В подполье Не успел В прошлой части Спросить Сейчас хочу спросить Вот Почему вы думаете Почему вы уверены Что Что уйдет Во-первых В подполье Потому что Я не знаю Сколько это Справедливое сравнение Но возьмем Условно говоря Волну продажи Спайсов Которая у нас Наблюдалась Десять лет назад И резкое закрытие Всего этого Понятно что Может быть Не соизмерение Вещи Но тем не менее И как-то Как кажется Ничего в подполье Не ушло То есть Ну сумели Это зло Если так говорить Прямо Победить Вот И кроме того Если говорить О подполье Оно ведь Наверное Вы можете Подтвердить Или это Провергнуть Но Оно ведь Существует всегда То есть Так что Нет ни одной страны Где вот как И теневой экономике Что процент Равнялся нулю Оно так или иначе Есть и насколько Соизмеримо Проблема Когда это есть Или проблема Когда есть Какое-то подполье И как вы сказали Его сложнее Сложнее контролировать Потому что Многие выступают Например за легализацию Легких наркотиков Под предлогом того Что это будет Легче контролировать А если это будет Легализовано А сейчас Продажа там Происходит как-то По подворотням Ну Я могу только сказать То что У меня есть информация С других стран Где тоже В той же Например Австрии Старая Европейская Демократия И тоже Сделали Более Твердые Требования По По Азартному Бизнесу Как раз Именно В игровых Залах И Наши коллеги Рассказывали Что они Сами знают Что в Одной Вене Которая Столица Австрии 20% Нелегального Бизнеса И конечно Это очень Трудно Ну трудно Это работа Конечно Но надо Пользовать Больше сил И больше Административных Ресурсов И больше Как говорится Людей Вникать Чтобы Чтобы это Контролировать И чтобы Запретить Но Везде Всегда Это Такой Закон Скажем так То что То что Запрещено То всегда Хочется Это Все равно Захочется И если Если Кто-то Хочет Получить Какую-то Услугу Тогда Всегда Найдется Который Будет Готов Это Предлагать Ну Это Ну Я не знаю Это закон Экономики Скажем так Что всегда То что Запрещено Ну Очень сладко Соотношение Я имею ввиду Ну Это будет Ну Я Конечно Я не могу Сказать Что будет Сто процентов Все И я Зная Этих Предпринимателей Которые Сейчас Работают На рынке Я Честно Говорю Я не могу Представить Что Что кто-то Из них Прям Ну Может Не могу Сказать Конечно Никого Назвать Уйдет Да Потому что Это Достаточно Большой Бизнес Достаточно Большие Вложения Инвестиции И то же самое Но Достаточно При При любой Маленькой Возможно Если Что-то Как Небудь Эта Регуляция Воздвинется Со Своего Места Господин Турлайс Два вопроса По поводу Эффективности Закрытия Залов В Риге Вопрос Первый Было Уже Воплощено Это решение Закрытие В историческом Центре Многие Скептики Говорят Что Может быть Образ города Как-то В лучшую Сторон Изменился Но Исторический Центр Он Небольшой И все Кто хочет Благополучно Проезжают Три остановки И выезжают На окраину Или даже Чуть-чуть За центр Да Не произойдет Ну так ли И не произойдет То же самое По сути С закрытием В самоуправлении Потому что Взять Соседние Самоуправления Условно говоря Саласпилс Или Юрмала Которые Даже как-то Мысленно Воспринимаются Во многом Как часть Риги Выезжаешь туда И продолжаешь Играть Никаких проблем Достаточно Многограммный Вопрос Во-первых Если Кто-то Думает И представляет Что только Рижская дума Может Даже Только Своей Административной Территорией Справиться С эффективным Контролем За Азартными Играми И бизнесом Видим То Это 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 Абсолютно Безосновательно Безосновательно Почему Потому что Во-первых Даже С момента Когда Рижская дума Принимает Решение Закрытия Конкретном Адресе Этого Бизнеса И отозывает Выданное Разрешение На Это Конкретное Место И это Единственная Функция Самоуправления Которое он может Реализовать Потому что Больше Никаких функций Самоуправления Не существует Только Место Конкретного Для этого Бизнеса Вот если мы Ее отзываем То коммерсанту Закон Не Рижская дума А закон Дает Пять лет На закрытие Этого бизнеса Вот в течение Пяти лет Он может Работать И Самоуправление Не имеет Никакой возможности Воздействовать На этот Процесс Это Раз Второе Суды Они уже Происходят И Суды Являются Ли Они Защитниками Интересов Рыжан И общества Целым Я имею Совершенно Точные Ответы Нет Почему Потому что Суды Пишут В своих Заключениях Когда Комерсанта Спаривает Наше решение Что общественное Мнение Для суда Не является Аргументом Хотя Закон О котором Мы сегодня Говорим В своей первой Статье Пишет Что закон Написан Для защиты Интересов Общества И игроков А вы Когда говорите Извините Об общественном Мнении Вы Вот Ну Это Такое Абстрактное Понятие Вы про что 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 Мы в Риге Несколько раз Проводили Опросы Общественного Мнения И отношения К азартным Играм И О том Желают ли Люди Чтобы Самоуправлению Было Дано Больше Возможностей Повлиять И контролировать Этот бизнес В том числе И ограничивать Его Мы всегда получаем Абсолютно Подавляющее Большинство Ответов На то Что да Ограничить Максимально Контролировать И более Эффективно Ну Посмотрите Государство Признает Законом Тут и Госпожа Дырна Ничего не может Изменить Выданные Самоуправлением Разрешения В Канг Ком-то адресе Организовать Азартные игры Еще В 90-х годах Они действительно По сегодняшний день А торговцу Яблоками Или цветочками Они только на сезон Вот он Имеет Сейчас До конца Этого сезона До Там Ноября Скажем Разрешение В следующем году Ему надо новое Но Несоизмеримые Несоизмеримые Нормы И Несоизмеримое Ну Такое Либеральное отношение К этому делу Когда Я же помню Это следствие чего Это лоббирование Конечно Да Конечно Лоббирование И мы же смотрим Как сегодня Как это все происходит Сегодня Собираются группы Организовывается Ассоциация Организовывает Группа людей Которые проводят На общественное обсуждение Они высказывают Своё мнение Пытаются создать Мнение Что люди За Этот бизнес Мы Мы обязаны Считаться С этим Вопросом Это не просто Так Собрали депутаты В зале Проголосовали И всё происходит Нет Нет Это реальное Противоборство И Не забудем Что Всё Что Строится На страстях Людей Это Очень Близко Это на грани С криминальным Бизнесом Ну Я бы сказал Там Где деньги Замешаны Крупные А Разве Бывают страсти Без денег Хорошо Второе Сейчас господи Бирна Тоже слово дадим Второе Такой вопрос И тема Комплексная Это Собственно Касается денег Не секрет Абсолютно Очевидно Что это Очень прибыльная История В том числе Для государства Она приносит в бюджет Очень большие деньги Разные цифры Называются Но это десятки миллионов То есть Я вот Там Обнаружил Что за год Порядка Восьмидесяти четырех миллионов В госбюджет И в Рижске Порядка десяти миллионов Поступает Вот от этого Бизнеса Вопросы такие Как вы считаете Позволит ли государство Предпринять такие решения Скажем так Вот на уровне закона Потому что Ну это получается Спиливание Сука На котором сидит Собственно Государство И второй Сразу вопрос задам Если речь О потере Таких денег То значит ли это Что какие-то Другие тарифы Будут сокращены Может быть Это тоже уже обсуждалось Раз концептуальное решение Принято Давайте вернемся Школьную скамью Скажем Класс пятый Примерно Четвертый Пятый класс Вы это помните Лучше Вы помоложе Мне это Напрягать Уже память надо Но если У нас Округлим Налог Скажем Чтобы легче Считать Было Одна четверть Вот вы говорите В Риге Получило Десять миллионов Это значит Мы получили Одну четвертую часть Прибыли То что получил Коммерсант Значит он получил Как минимум Тридцать миллионов А где он получил Эти деньги Эти деньги Выложили Наши люди Рижане Которые получили Зарплату И выбросили Ее коммерсанту Пожалуйста Бери Но это их решение Скажут некоторые Некоторые скажут Но я никогда Не соглашусь В том Что Если Рижане Выбросили Сорок миллионов Из своих карманов Которые Они работали И И мы Им заплатили И Мы из этого Получили обратно Десять миллионов Что это Прибыль Это потери Семьдесят процентов Даже Семьдесят пять Процентов То Что люди Могли Вложить Действительно В улучшение Своего благосостояния Улучшение Своей жизни Это очень правильно звучит И вот это Вот эта математика Она Больше отражает Интерес общества Чем то Что такое Десять миллионов Заработать Для Риги Потеряв Рабочие Руки Потеряв Здоровье Людей И потом За счет Здоровых Людей Их Лечить И Содержать И так далее Это Мне просто кажется Что вот Когда мы сидим В студии Речь идет Об интересах Общества Это очень здорово Когда речь идет О принятии Бюджета Совсем другие Разговоры Производятся Откуда взять Деньги Как Как Не Не Согласен Никогда Никогда Мы не обсуждали Вопросы Это Может Даже Депутаты Из Рижской Думы Из оппозиции Никогда Мы не обсуждали Вопрос О доходах В Риге Увеличивая Какие-то Штрафы Или Рассчитывая На какие-то Доходы За счет Страстей Людей Никогда Вот это Категорически Отрицают Господа Бирна Ну Во-первых Ваш ответ Во-вторых Что касается Потеть Бюджета Вы тоже Так Смотрите На это Надо Надо Помнить Что Инспекция Работает Под Министерством Финансов Минфин Рассчитал Минфин Рассчитает И это Их Необязанность И конечно Наверное Любой Из вас И оба Из вас Помнят Что всегда Когда Необходимы Дополнительные Средства В бюджет Тогда Находится Азартный Бизнес Кому Поднимать Налоги В таком Или В другом Виде Что это Есть Как говорится Сукно Откуда Откуда Получить Дополнительные Средства Но В данный Момент Если Закрывать Прям Все Тогда Конечно Эти Средства И эти Деньги Которые Вы Называли Это В общем Около 80 Миллионов Например В 2018 В этом Году Это Конечно Тогда Надо Будет Придумать Откуда И Каким Образом Восполнить Восполнить Да И Откуда Такие Деньги Дополнительно Взять И Во-вторых Конечно Насколько Можно Не нравится Эта Отрасль Эта Бизнес Но Все-таки Там Тоже Работают Люди Которые Занимают Рабочие Места Получают Зарплату Там Близко 3800 Людей Которые Работают В этом Бизнесе И Конечно Надо Надо Думать Каким Образом Тогда И Этих Людей Обеспечить Работой И Зарплатой И Тем же Самым Что Господин Турлайс Говорил Чтобы Они Тоже Могут Идти В магазин И Пойти В театр В кино Поехать В экскурсию И Тоже Каким Образом Свои Необходимы Вополнить Так что Конечно Это Очень Комплексное Решение Должно Быть Очень Взвешено Все эти Решения Что Сократить Насколько Сократить И Чтобы Конечно Вспомнить И Думать О том Как Люди Которые Потеряют Из Азартного Бизнеса У кого Есть Проблемы Из этого Но Все Таки Это Надо Помнить Что Это Легальный Бизнес И Говоря О том Что Пять лет Это Переходный Период Я Честно Говорю Не знаю Другой Легальный Бизнес Кого Вообще Можно Закрыть Не Из-за Нарушений Если Есть Конечно Нарушения Тогда Можно Аннулировать Лицензию Закрыть И то И прочее Не знаю Алкоголь Табак Или что Или Любой Магазин Или Любой Бизнес Но Я Например Вот Сижу И думаю Я В данный Момент Не могу Вспомнить Ни один Другой Бизнес Которого Можно Просто Так Вот Менялся Какую-то Ситуацию Мы Закрываем И Потому Что Есть Достаточно Серьезные Требования В законе Которые Должен Выполнить Игровой Зал Начиная С Устройства Этого Зала С Техническим Требованием Самим Аппаратом Видеонаблюдении Эти охраны И то и прочее Это достаточно Большие инвестиции И конечно Любой Бизнесмен С этим Считается И он должен Знать Когда Он должен Закрыть Свой бизнес И для этого Подготовиться Ну вот По поводу Закона Готовиться Вот это Введение Новой Нормы И вы ее Одобряете Ну ее сложно Не одобрять Конечно Это создание Регистра лиц Которые считают Себя Которых Испытывают Проблемы Да Почему Могу сказать Почему Только сейчас Я очень рада И я Я прям Счастлива О том Что мы добились Что сейчас В бюджетном Пакете Изменения В законе И сказано Тоже Об этом Регистре Что будет Вестись В силу Да Мы будем Уже Работаем Над технической Спецификацией Регуляции Кабинета Министров Которые еще Будут И я Очень довольна Что будет Такие Ну Такая Возможность Помочь Людям Которые Есть В данный Минт Да Правильно Это наша Инициатива Требования Бизнесменам Азартного Бизнеса Чтобы они Без закона Без требований Закона Помогли Людям И Принимали Ихние требования Во внимании Конечно Как вступить В силу Закон Изменения В законе Мы будем У нас будет Возможность Наказать их Если они Не будут Это требование Делать Да Дополнительно Того Я хочу сказать Что И у нас В инспекции Будет Еще И штат Психолог Консультант Который Поможет Этим людям У кого Есть проблема Принимать Правильное Скажем так Решение Что делать Дальше С его Скажем так Жизнью С его Активностями Куда идти Какую помощь Лучше всего В каждой Ситуации Искать Так что Мы Над этим Очень много Работали В прошлом году И я на самом деле Очень Счастливо Скажем так Что Это все таки Будет В силу Уже Достаточно Скоро Давайте звонок У нас очень много Звонков Давайте На ушки наденем И примем звонок Слушаем вас Добрый день Добрый день Вот говорят О помощи Зависимым людям Ну хорошо Им помогут А ведь Подрастает Следующее поколение Начнется Следующая Партия Зависимых Это получится Вообще Какой-то Замкнутый Бесконечный Круг Спасибо Спасибо Конечно Нельзя Согласиться И я уже Это говорил Что молодежь Это Ну должно быть Центр внимания В первую очередь И не знаю Возрастной Центр Еще какие-то Мэры Чтобы Те Которые Сами Не могут Ну Этот Бизнес Есть Страстей И вот Когда Тут Моя Коллега Говорила Что она Не знает Ни другого Бизнеса Который Если нет Нарушений И чтобы Его Ограничивали А я Стал А я думаю Другой Категории Где Еще Какой Еще Есть Мир Бизнес Который Базируется Только Единственно На Страстях Вот Есть Человек Который Хочет По Русски Говоря Просто По халяву Еще Заработать И И Вот Он Дверь Открывает Заходи Заходи Оставляй Деньги Поможем Тебе Разуть И Уходи И потом Приходи Пытайся Отыгрываться Где Добавочная Стоимость Где Она Ее Нету И вот Люди Которые Там Работают Они же Все Работают На Бодном Отдай Мне Деньги Заходи Отдай Деньги Ну Где Еще Какой Еще Бизнес Нет Такого Бизнеса Поэтому И во Всем Мире Этот Бизнес Не Тот Который Должен Быть Поддержан Со стороны Государства Со стороны Самоуправления А должен Контролироваться Мы Признаем Мы Признаем Как Государство Свою Беспечность И Свою Неспособность Воспитывать Людей Ну Не попадать В зависимости От своих Страстей И Поэтому Мы Вынуждены Принимать Такие Меры Но Говорить Что Этот Бизнес Можно Прирравлять Любому Коммерческому Бизнесу Который Помогает Развиваться Экономике Не соглашусь Аккредитование Например Вот Это Краткосрочное Ну Деньги Товар Деньги Это Формула В общем-то Не Сегодняшнего дня И Деньги На самом деле Является Товаром И Купля Продаж Денег Это То Самое Как Купля И Продажа Любого Товара Политический Вопрос Хочу Вам Это О том Что Если Брать Рижскую Думу Конкретно И Нынешнее Положение Дел Звучит Нение Что Вся Эта История Инициатива Исходящая От Коалиции Она Связана С тем С Двумя Моментами Первый Это Желание Насолить Министру Охраны Среды Которого Его партию Подозревают В том Что Она Как-то Связана Со Спонсированием Со Стороны Такого Это Может Тоже Стихнуть Ну И Как-то Может Не Так Радикально Преподноситься Как Вы Думаете Тут Нечего Думать Первое Решение Во-первых Начиная С 2009 Года Рижская Дума Не Выдала Ни Одного Разрешения На Открытие Новых Залов 2013 Году Мы Уже Приняли Решение На Разработку Нового Плана Развития Города Риги И Департамент Развития Поставлена Задача Определиться С местом Где Где В принципе В Риге Возможно Организовать Азартные Игры Но Потенциально Можно Было Быть Это Лас-Вегас Это Еще Ну Можем Назвать Как угодно Наверное Вся Латвия Чуть Поменьше В Объем Экономического Оборота Чем Лас-Вегас Не получает Дальнейшего Движения В Сайме Что тормоза Включены И Не со стороны Нашей Но Такова Реальная Ситуация С которой Нам надо Считаться Но Я думаю Что Все-таки Люди Есть Главная Сила И они Все-таки Потребуют Чтобы Эти решения Были Введены В жизнь Спасибо Большое К сожалению Время Наше Подошло К концу Глава Инспекции По надзору Золотые Азартными Играми Сигны Бирны И глава Комитета Рижской Думы По вопросам Безопасности Порядка Предотвращения Коррупции Данис Турлайс Были Сегодня В развороте Я Андрей Лишкевич Звукорежиссер Евгений Копейн Спасибо Вам Большое До свидания